Председатель независимого профсоюза Горняков Украины, ОП «Шахта Южно-Донбасская» номер 3. На сегодняшний день на нашем предприятии сложилась такая ситуация, что до юра мы находимся в Донецкой Народной Республике, как бы сказать, а де-факто мы находимся на территории Украины. И уже на протяжении трех месяцев мы никак не можем перегистрировать наше предприятие, чтобы статус юрлица был на территории Украины. В связи с этим у нас задержка по заработной плате уже где-то 2,5 месяца собралась. Потом месяц шахта не работала, мы не могли одружать уголь, и на складах было скоплилось где-то около 35 тысяч тонн угля. Мы неоднократно обращались в Министерство энергетики, в замминистру по угольной промышленности, слышали один ответ, мы решаем и будет все это решено. Но по сей день все осталось как бы на своих местах. Хотя 4 декабря у нас зарегистрировано новое предприятие, государственное предприятие «Шахта Южно-Донбасская» номер 3. Есть такое, но дело в том, что никак не могут передать людей и передать все майно, оборудование, ну все, передать этому государственному предприятию. И оно как бы есть и как бы его нет. Один директор там, ну и все, и больше. Так что на сегодняшний день вот эта ситуация никак не может решиться. Вот сейчас мы приехали, обратились к Министерству, ждем результат, который обещают, что все сделаем, все сделаем, а по сей день пока еще ничего не решили. На предприятии сейчас работает 3000 человек. Если взять у каждого семьи, то где-то за нашей «Шахтой» тысяч 7-8 людей стоит. У каждого семьи дети, это все. В основном предприятие у нас градообродующее, у нас городок Гулидар, он небольшой. Люди, которые работают на нашем предприятии, то жены в основном дома сидят. Почему? Потому что на самом городе работы нет. Так что шахтеры являются единственными кормильцами. Такая ситуация сложилась, что на данный момент люди выживают. У нас была сложилась такая ситуация, что ДУЭК в лице генерального директора Потапенко в нашу маринскую прокуратуру было написано заявление, что мы отправляем уголь, хотя уголь, вот это мы недавно начали только отправлять его, и он уходит на Украину, на украинскому потребителю. Вот они подали на нас в прокуратуру заявление, в маринскую прокуратуру. Маринская прокуратура приняла это к делопроизводству. Но сейчас вроде бы этот вопрос решен, что передали дело в областную прокуратуру, и как бы вот это все приостановилось. А так, считаю, что ГП ДУЭК подал нас за то, что мы реализуем уголь без их согласия. А ГП ДУЭК... Он находится на территории ДНР, Донецкой. То есть они приняли решение, что они будут работать под началом вот этой вот организации незаконной, да? Ну, дело в том, что они на сегодня являются как бы нашим головным управлением. Никто еще приказ о вывозе нас с ГП ДУЭКа и передаче другому предприятию не издавали такой приказ. Так что юридически мы находимся в ГП ДУЭКе. Хотя фактически мы проживаем на территории Украины. Весь вопрос в том, чтобы нас вывели с ГП ДУЭКа и дали статус юридического лица на территории Украины как отдельное предприятие, государственное отдельное предприятие. Вот в этом весь сербор. И напомните, три месяца, да? Зарплата у нас получается два с половиной месяца. Если взять по большому, два с половиной месяца мы зарплату не получаем. И на протяжении всего этого времени вы пытаетесь решить эту проблему? Да уж мы пытаемся на протяжении трех месяцев это все решить и никак безрезультатно. Спасибо. Вопрос тянется четыре месяца. Возможно, еще будет продолжаться тянуться три месяца. Так специалисты говорят. В то же время шахта не может работать. Они не имеют права отгружать уголь потребителя. Возникла задолженность по зарплате. Надо отметить, что на этой шахте самые хлебные пласты. В Украине на государственных шахтах нет подобных ценных пластов. Зольность материнская всего 5%, а серо всего-навсего 1,3%. Это ближе к мировым стандартам. Подобных пластов в Украине нет. Шахта одна из самых новых. Очень мощный трудовой коллектив. Шахта оснащена современной техникой. Но в силу безответственности первых руководителей Министерства энергетики и угля эта шахта не работает. Коллектив не может получать зарплату. И вопрос стоит в самом простом. Предоставление шахте юридического лица. Шахта находится на территории подконтрольных органов власти. Украинских органов власти. И там не было никаких разрушений. На этой территории нет никаких боев. Поэтому абсолютно непонятно, почему такое безответственное отношение к власти. Очень просто. Министру. Поднять этот вопрос на кабинете министров. И провести его через отдельным постановлением кабинета министров. Или решить вопрос на уровне министра юстиции. Всего на всем. Поэтому, когда на моем уровне стоял этот вопрос, я спросил, кто ответственный, а исполнителя мы не видим, в какие сроки должен быть решен вопрос. И какие ресурсы к этому должны быть подключены. Больше ничего не надо. А мне сказали, что вопрос будет решен в ближайшее время. Этот разговор был две недели назад. Теперь сегодня нам говорят, что вопрос, возможно, будет решен через три месяца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!